Сегодня в экономическом календаре. В 14.00 Банк Англии сделает заявление о принятом решении по процентной ставке. Ожидается, что она будет сохранена на прежнем уровне в полпроцента. Также Банк Англии опубликует общий объем программы QE и итоги голосования членов Комитета по монетарной политике по вопросу изменения процентной ставки, что позволит определить расстановку сил в Комитете. В 14.30 Европейский Центробанк обнародует протокол заседания по монетарной политике, в котором содержатся тексты выступлений членов управляющего Совета Банка с оценками экономических условий в регионе. В 15.15 выйдет объем строительства новых домов в Канаде, который является одним из ведущих показателей канадского рынка жилья. Его значение ниже прогноза увеличит продажи канадского доллара. В 15.30 в Канаде будет опубликован индекс цен на новое жилье. Рост показателя сверхуровня прогноза будет свидетельствовать о благоприятной ситуации на рынке жилья. Спрос на канадский доллар в этом случае вырастет. Министерство труда Соединенных Штатов в 15.30 сообщит о числе первичных заявок на получение пособий по безработице за прошлую неделю. Рост количества заявок укажет на слабость рынка труда. Можно ожидать продажи американского доллара. В 16.30 с речью выступит член ФОМС Джейм Буллард. Его влияние на формирование монетарной политики ограничено, однако высказывания Булларда помогают определить общий настрой в Комитете по операциям на открытом рынке. В 21.00 будет опубликован протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам, позволяющий понять ход обсуждения на последнем заседании Комитета, приоритетное мнение и спрогнозировать дальнейшие шаги ФРС. Также в 21.00 ожидается выступление главы Банка Англии Марка Карни. Его комментарии могут серьезно повлиять на курс британского фунта стерлингов. В 22.30 с речью выступит член ФОМС Джон Уильямс. Он является голосующим членом Комитета, что дает ему возможность влиять на кредитно-денежную политику Комитета. Ремарки речи Уильямса могут вызвать повышение волатильности на рынках. Обратите внимание, завтра в 15.30 по московскому времени в Канаде выйдут данные по изменению числа занятых. Важная экономическая статистика способна изменить положение канадского доллара на рынке и открыть возможность заработка. Канадский Scotiabank и Национальный банк Австралии видят в длительной перспективе рост американского доллара против канадского в паре USDCAD. Будьте готовы к новым возможностям, открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. Информационный видеоканал MaxiMarkets теперь в прямом эфире на YouTube. Подпишись и будь в курсе.